всем привет мы снова здесь с вами в вашем экране у нас продолжение безумного литературного клуба под названием тук тук сейчас когда я запустил игру она мне так доброжелательно написала что скучала по мне даже этот момент не застала но очень хотел но увы я напоминаю для вас это вообще там принципе ничего не прошло времени это у нас там перерывы в некоторым городе были поэтому ты напоминаешь для нас я напоминаю для нас что у нас минус одна девушка по непонятным мне причинам вот как как но такого варианта я вообще не ожидал на самом деле да ну как хорошо хорошо что играть тебя да то что это какие-то новые эмоции новые какие-то вещи теперь я уже понимаю что примерно меня ждет в будущем но знаете такое ощущение что игра как будто за тобой подглядывать то есть если я сейчас начну как-то флиртовать какой-то девушкой она будет ты сначала с одной мутил а потом ты перешел на другую сто пудов мне кажется что вполне такое может быть что играет учтет поэтому я не очень хочу честно говоря сейчас за кем-то при убегну при ударять до максимум может быть за нацики потому что принципе изначально вроде думал как-то немного в эту сторону вот но вообще задача как бы была оставаться с айори ну и и теперь нет если игра будет нас как-то склонять к тому что обязательно надо что-то делать наверное придется выбирать нацики хотя я думал что будет если мы выберем монику получается что она как бы нет саюри появилась моника когда у нее был как вот какой-то какая-то цепка была то есть они учились вместе там как-то чё-то там да другие две ну вообще не представляю каких обстоятельствах они могут встретиться но я думаю разработчики придумали это уже заранее за нас хорош болтать погнали уже действительно чуть-чуть вот спасибо тебе огромное ты просто потрясающий я сделаю все чтобы ты мог хорошо проводить время идет спасибо наверное отлично полагаю сегодня на этой прекрасной ноте мы сможем официально завершить нашу встречу и не забывайте про сегодняшнее задание написать стихотворение к нашей следующей встрече чтобы мы все могли друг с другом поделиться моника обратилась ко мне я не с нетерпением жду твоего творческого самовыражения хе-хе-хе как они легко да обошли тот факт что жизнь отмоталась назад но главный герой этого не помню то есть это помним только мы то есть ему стерли как-то память да ага и кстати сохранений не было потом когда мы начали после того я потом посмотрела там не было вообще сохранений могу ли я впечатлить звезду класса монику своим посредственным писательскими навыками я прямо чувствовал как во мне росло беспокойство девушки тем временем продолжали болтать пока юрий убирал отчаянный сервис а я тогда наверное пойду давай увидимся завтра не могу дождаться окей я вышел из клубной комнаты и направился домой всю дорогу мои мысли крутились вокруг трех девушек нацики юрий и разумеется моники буду ли я счастлив проводя каждый день после школы в литературном клубе может у меня будет шанс стать ближе с одной из них ладно мне просто нужно как следует воспользоваться сложившиеся ситуации и я уверен мне обязательно улыбнется удача но сперва стоит написать стих сегодня вечером ну собственно этим мы и займемся вы разблокировали особое стихотворение желаете прочесть что это что я люблю в папе я люблю когда папа рано приходит домой я люблю когда папа говорит готовит не ужин я люблю когда папа дает мне карманные деньги короче все 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 такое ты хочешь это это про нацуки потому что она говорила что у него папа строгий как что он готовит ужин я люблю когда папа не вмешивается мою личную жизнь указывает мне как одеваться не обсуждать мое увлечение когда папа слишком уставший для моих для всего интересно почему здесь мы не можем опять выбрать монику да то есть мы по сути выбираем туда нацки раз так все что нам нужно кить наушники тоже проще потому что саюри был непонятный вкус какой-то непонятно какие слова и были сахар счастье нужны простые слова и милые серия неожиданно воспоминания оба гроба экстремальные воображения сверкающий горе и на кубающий цвет энергичный хихикать семья и мил поцелуй за грамм мечта что-то то это что такое и ног уф так радуга боль покой дышать сердце войны облака смятения ощущение проницательность слезы сладкий чистый при канадский доброе утро тим я рада что ты от нас не сбежал ха-ха не я так не поступил может от меня это прозвучит странно но я держу свое слово и вот я снова литературном клубе вообще странно на самом деле читать все то же самое что недавно читал я пришел последним так что в клубе уже бурлила деятельность спасибо что держу сдержал обещание ты видишь что это было видимо что там может что-то поменялось это йори сказал это напоминает нам постоянно о том что так что должно быть иначе надеюсь до тебя это не слишком тяжелое время ведь так сразу окунуться с головой литературу когда ты к ней еще не привык тональность музыки немножко повысилась быстрее как стал играть ой да брось с ним так нянчится что-то сейчас беру моника уже затянула тебя сюда не знаю планируешь ли ты просто приходить сюда чтобы убить время но если не будешь воспринимать нас всерьез можешь сразу проваливать боже на суки так высокопарно говоришь а сама все полки в кладовке своей мангой забила да она мне закрыла все она закрыл диалог моника ты опять нормальный этот стал кажется нацики застряла где-то между словами моника и манга манга тоже литература уничтоженной одной реприкой нацики угрюмо плюхнулась на свой стул извини мы будем в первую очередь заботиться о твоем комфорте хорошо юрий бросила на нацики разочарованный взгляд как бы то ни было ты теперь в литературном клубе может ты хочешь взять почитать какую-нибудь книгу но отказаться все равно не могу как ты сказал я теперь литературном клубе раз уж предлагаешь ты мне кажется правильным заняться чем-то подобным подожди я ведь ничего такого не имела ввиду если ты на самом деле не хочешь что забудьте о том что я сказала на еще и теперь понял почему он походу на меня как-то немножко пули его склон идет на картинки туда такая камера вообще на другом кстати очень неправильно не знаю почему так сделано не так да музыка скачет музыки я здесь отсмотрю здесь у нас все равно в картинку с морем не сразу съезжает может из-за этого мне иногда может что-нибудь хочу ах нет все не так я просто я просто а я хочу постараться стать частью клуба так что пусть я и мало читаю но буду только рад взять книгу если ты этого хочешь ты уверен я просто хотела ну я ведь вице-президент а значит я должна помочь тебе найти занятие по душе из своего портфеля юрий вытащила книгу я не хотела чтобы ты чувствовал себя не в своей тарелке так что я выбрала книгу которая на мой взгляд тебе понравится она довольно короткая так что если даже ты читаешь не часто уверенно она тебя увлечет и мы могли бы мы обсудить ее если ты захочешь это как у нее получается непосредственно быть такой бесконечно милый не преднамеренно не преднамеренно почему она даже не поленилась найти книгу которая может мне понравиться хотя и практически ничего не читаю спасибо большое я обязательно не прочту я с энтузиазмом взял книгу не нужно спешить читаю в своем темпе я буду с нетерпением ждать твоего мнения когда все расселись я ожидал что моника пойдет по плану мероприятие клуба но похоже что я ошибался юрий уже полностью погрузилась книгу у нее такое сосредоточенное выражение лица будто на весь день этого жрала нацки же копалась кладовки ух я услышал дальнейшейся из кладовки сервитый сдох нацки вообще другая музыка да кажется она чем-то раздражена я подошел к ней с уверенем помочь и начинается ты что-то потеряла чертова моника она никогда не возвращает мои вещи на место какой смысл поддерживать здесь порядок если кто-то постоянно устраивает бардак нацки двигала по полке стопки книг и коробки манга ты ведь читаешь мангу да иногда чтение манги то чем не стоит признаваться человеку до тех пор пока не выяснишь как он к этому относится как ты узнала ты как-то об этом упомянула я слышала кроме того это у тебя на лице написано чтобы это значило ясно на краю одной из полок по соседству с книгами разных жанров приютился одинокий томик манги она брал он бросался в глаза и я вытащил его оттуда вот ты где нацки выхватил его из моей руки после чего повернулась коробки с манги и впихнула томик нее ах так гораздо лучше зияющая дыра в полном издании это наверное самое раздражающее зрелище на свете мне знакомо это чувство я пригляделся к коллекции которую она так любовалась ванильные девочки никогда ничего не слышал об этой манге это может означать что она либо не соответствует моей возрастной группе либо она просто ужасно если ты собираешься меня осуждать можешь делать это вон за той дверью она показала пальцы на дверь класса и я никогда я никого сужать не собирался я эти слова не сказал я поняла это по твоей физиономии но я скажу тебе одно считают уроком от литературного клуба не суди книгу а вообще нацки вытащил из коробки первый томик ванильных девочек я сейчас покажу тебе почему она ссунула книгу прямо мне в руки мне вот любопытно этот косяк с текстом это специально намеренная и непонятно или просто решили не доделывать игру и замаскировали под этот под стилизацию я вставился на обложку на ней изображены четыре девушки в ярких одеждах и характерных девчачьих позах мне не скучно выглядит чрезвычайно мощно мощно не стой как истукан нацки схватил у меня за руку я тащил до кладовки затем подошла к окну и села спиной к стене она похлопала рукой рядом приглашая меня к ней присоединиться на стульях разве неудобнее я уселся рядом с нацки стулья не катит так мы не сможем читать вместе почему это так будет проще быть ближе друг другу не говори об этом так ты заставляешь меня чувствовать себя странно нацки скрестила руки и немного от меня додвинулась извини хотя я и не собирался садиться к ней так близко однако не могу сказать что в этом есть что-то плохое я открыл книгу прошло всего несколько секунд и нацки обратно пододвинулась ко мне думаю что я этого не замечу когда язык когда она заглянула мне через плечо я резко ощутил ее желание начать читать куда более сильно чем мою собственное их сколько времени прошло с тех пор как я читала первый том ты не пролистываешь порой уже прочитанные тома да нет разве что иногда после того как прочту все до конца и не отвлекайся так как в сюжете ничего интересного не происходило я мог одновременно читать и поддерживать диалог похоже монка повествует о группе людей учащихся в старой школе типичный старший старый бывает типичная повседневность я в некотором роде уже вырос с подобным потому что обилия картинок все же недостаточно для компенсации недостатков сюжет она здесь вообще не за лет на 13 12 выглядит на тебе не скучно совсем нет хотя ты просто смотришь как я читаю ну мне этого достаточно как скажешь полагаю это весело делиться с кем-то любимыми вещами я всегда немного волнуюсь когда убеждаю кого-нибудь из моих друзей почитать понравившуюся мне мангу понимаешь что я имею виду нет это не мне-то откуда знать что ты хочешь этим сказать разве ты не делишься манга со своими друзьями не мог бы ты не сыпать соль на рану короче у нее проблем с друзьями которые поддержат ее вкус блин ой прости будто мои друзья согласились бы это прочитать они считают что манга для детей тут и недалеко там я считаю мангу вообще нифига на не для детей есть манга и для взрослых такие которые ты читаешь 18 плюс ой смотри я что-то там увидел зачем палишь конторах ты засранец я все тебе сдавать будет читать мангу я не читаю 18 стой верьте верьте стоит мне только завести об этом речь как они такие а ты что еще не выросла из этого из всего этого так и хочется дать им ногой с разворота я знаю таких людей честно говоря довольно сложно найти друзей которые не осуждали бы тебя за это уж тем более сами этим не увлекались поехали в некотором роде я неудачник поэтому со временем обзавел с такими же друзьями неудачниками но видимо для такой как ты все гораздо сложнее да пожалуй ты прав постой каком это месте как у меня я ведь даже не могу хранить могу себя дома мой отец и забьет меня до полусмерти если найдет ее слушать опущен кого не надо как будто что-то меняется именно в тексте походу не убать и какой-то психобольной вообще я догадываюсь чем может случиться с ней но хотя бы в клубе можно спокойно ее читать у меня есть ощущение что теперь сюжет будет немножко стремительнее развиваться нас к без диалогов в саюре ну разве что моника иногда гундит все против меня да в итоге ты добил своего верно вот я читаю с тобой вы это не решает все мои проблемы возможно но тебе ведь сейчас весело да правда боже хватит боже хватит ты будешь уже читать или как да да я повернул страницу чё это не было это время шло подозрительно храним храню морчание я посмотрел у нее он спит похоже и нацуки да внезапно нацки завалилась на меня эй эй о фига а вот это крипота что за крипота она щит говорит ох ты ж нацуки ты в порядке вот моника запустил руку в портфель и вытащил оттуда протеиновый батончик она бросила его нацки глазах нацуки снова загорелся огонь она схватила с пола батончик и молниеносно сорвала обертку вот они все машины какие-то я говорила тебе не давать нам 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 не успела надо говорить как выезд как жевала его тут же схавала короче не беспокойся с ней все в порядке надо после такого-то время от времени такое случается поэтому у меня в портфеле всегда есть что-нибудь перекусить а теперь почему бы нам не почитать друг другу стихи че начнем сразу с этой козявки я вчера начал я вчера сказал нацки что мне понравилось ее стихи наверно будет справедливо если я покажу и первую очередь хочу быстрее пролистать не нужный момент так ладно начну с того что мне не понравилось прежде всего нацки перечитал стихотворение забудь я не хочу делиться с тобой с твоим мнением тогда какое во всем этом смысл я писал ты стихотворение хотя мог бы заняться другими вещами и вообще помнишь как я сказал что хочу почитать твои стихи вот о чем я думаю когда писал это стихотворение я хочу помочь тебе обрести уверенность в себе чтобы тебе было комфортно делиться своими стихами как и сказал моника но мне было бы гораздо проще поделиться своими стихотворениям если бы твое оказалось действительно плохим ты должен был показать мне нечто совершенно невнятное чтобы я такая ха это никуда не годится позволь показать тебе что такое настоящая литература а ты все испортил надеюсь теперь ты счастлив другими словами тебе понравилось от 15 застрял у нее в горле ну ты такой ты просто ты ничего ты не понимаешь понял я уже сказала тебе это так что нечего так громогласно об этом сообщать за довольной ухмылкой а я уверен что ты этого не говорила я сказал это в основном для себя должно быть нацики всерьез меня не взлюбила я не знал расценивать что ей понравилось моё стихотворение как победу или как поражение в любом случае если ты еще должна показать мне свое верно так и быть но только потому что моника все равно меня заставит орлы могут летать о ну то же самое вроде то же самое обезьянки могут лазать сверчки же ловко прыгать лошадки скакать гранты его на совы да надо все тоже самое не будем я предупреждала что тебе не понравится мне понравилось что скажи честно я и сказал честно почему ты так убеждена что мне не должно понравиться ну потому что все старшие школе считают что слог должен быть мудреным и возвышенным и все такое прочее поэтому никто не воспринимает мой стиль письма всерьез но ведь цель стихов самовыражения разве нет то стиль письма не делает скрытный не сделает скрытые в стихотворении посыл менее веским да именно мне нравится когда читается легко но тебя бьет на повал как в этом стихе когда видишь как все вокруг тебя делают что-то замечательное это чисто чертовски обескураживает поэтому я решила об этом написать я понимаю но другой плюс в простом письме более высокая значимость игры слов например ты заметил как я везде поддерживал рифму но умышленно нарушала ее в конце нарушил это помогает выразить чувство в последней строке я помню ты еще с прошлой жизни и поэтому ты полагаю ты вложила все больше чем бы мне казалось вот что значит быть профессионалом я рада что ты чему-то научился не желал такого уровня от того кто здесь младше всех да а я поражен я решил и подыграть меня не особо беспокоит кому сколько лет но если нации гордится собой не стоит лишать ее этого давайте ка смол никой привет хорошо проводишь время это славно я рада слышать кстати поскольку ты новенький если у тебя есть какие-то предложения касательно клуба например новых мероприятий или чего-то что могло бы улучшить можно было бы лучше я всегда готова выслушать не бойся поднимать любые темы хорошо ладно прямой так сведению разумеется я боялся поднимать какие-то не были не было темы гораздо лучше просто плыть по течению пока я тут не обживусь в любом случае не хочешь поделиться со мной своим стихотворением это довольно ловко но думаю должен это сделать не волнуйся нам всем сегодня немного неловко но это барьер мы скоро научимся преодолевать да верно я дал монике свое стихотворение мне понравилось правда гораздо лучше чем я ожидала ха ха о боже не может быть это напоминает мне нечто что могла бы написать нацики она тоже очень красиво пишет так что можешь считать это комплиментом раз ты так говоришь ага если тебе интересно нацики всегда держи при себе что-нибудь перекусить она будет ластиться к тебе как щенок отец нацики не дает ей денег на обед и не оставляет еды дома так что она частенько становится раздражительной а иногда просто теряет силу и отключается вот как недавно это только предположение но мне кажется что она такая маленькая из-за того что недоедание мешало ей ее подростковому возрасту мой рост но к твоему сведению некоторым парням нравится не высокие девушки извини просто пыталась найти светлую сторону ладно хочешь теперь почитать моем не волнуйся поэт из меня так себе в это трудно поверить учитывая как уверен ты это сказала ну это потому что я обязана так говорить но это не значит что я всегда ощущаю уверенность понимаешь ясно что же давай тогда прочту дара в стене однако он смотрел на меня до запутанное вот ничего да все то же самое не не помню последний фото что я тоже последняя как будто бы так однако он смотрел на меня запутанное я отчаянно оглядывалась вокруг себя но мои обожженные глаза не могут больше различать цвета если есть другие а если другие в этой комнате они ведь тоже говорят да или это просто стихи на плоские бумаги в листах чьи звуки без безумного скрипа творят какофонию у меня в ушах комната начинает сужаться все меньше пространство оставляя воздух не доходя до легких рассеивается удушая паникель мечусь выход найти не могу на выход найти хочу он прямо здесь он под рукой подавив стихи вся не страхи подавив страхи все я перо беру и пишу свой стих свой что-то очень страшное и что ты думаешь его форма довольно призвой произвольная или если так можно выразить прости я не совсем тот человек у которого стоит спрашивать отзыв ха ха да все в порядке последнее время такой стиль набрал популярность сейчас во многих стихах уделяет особое внимание ритмичности слога при громком чтении получается сильнейший эффект что тебя вдохновил на это стих творения а ну я не до конца уверена как это выразить думаю можно сказать что у меня было озарение оно несколько сказалось на моих стихах озарение да что то вроде того мне немного не уютно говорить о таких философских вещах это может стать довольно острой темой может быть когда все подружатся друг с другом получше как бы то ни было вот тебе совет от моники да да писательский совет дня от моники погнали соберой когда ты пишешь стихотворение или рассказ твой мозг через чур сильно зацикливается на определенном моменте если ты всеми силами будешь стараться сделать его идеальным ты никогда не добьешься никакого прогресса просто заставь себя продолжить писать а его приведи в порядок позже тот самый нормальный стиль или вот другой способ это представить если будешь слишком долго держать ручку в одном месте то получишь только большую кляксу так что просто двигай ручкой и плыви по течению рукой это мой совет дня на сегодня спасибо что выслушал пожалуйста ну что ребят давайте на этом закончим у нас осталось юрия но времени у нас совсем не осталось до увидимся с вами следующих сериях обязательно комментируйте ставьте лайки пишите там в личке пишите в паблике про колокольчик сайт не забывайте тоже на но мы с вами прощаемся пакет